Всем привет дорогие друзья и с вами Саня. И сегодня у нас очередная Blu-ray распаковка. Накопилось 10 Blu-rayчиков. Вот такое количество. Это покупки, наверное, за последний месяц, я так думаю, потому что последнее видео, которое я снимал, я уже тогда, по-моему, забрал первую посылку, но она не попала в предыдущий выпуск распаковки. Я думаю, не буду бабку лохматить, оставлю на следующий выпуск. Здесь у нас 9 позиций и еще вот такой один конвертик. Это от Свежий Ветер. Всем привет дорогие друзья и с вами Саня. Помните мое то видео, где я рассказывал про кастомные чехлы? Если кто-то не понимает, о чем идет речь, вот здесь наверху появится напоминалка, пройдите, посмотрите обязательно, кому интересно. Там я полностью показывал и рассказывал, какой я инструмент применял, какой использовал двухсторонний скотч, размеры и так далее, как высчитывать. Ну, полностью все разжевал и показал. Сегодня я бы вам хотел показать немножко другой формат кастомных чехлов, чем он отличается. В предыдущий раз я использовал чехлы, именно они закрыты со всех сторон. Это HDZ-овские издания я перепаковал, вот такие коллекционочки перепаковал, попозже покажу. Ну, иметь в виду, можно... Кастомный чехол чем хорош? Можно использовать разный формат и можно использовать свой размер. Можно чуть больше, чуть выше, там какие-то может быть вложения туда положить, место оставить. Ну, в общем, все ограничивается вашей фантазией, что можно сделать. Я даже тогда пошел немножко вперед и сделал вот такой чехол для артбука. Полностью закрытый чехол. Я его сделал полностью именно закрытым, со всех сторон все закрыто. Не знаю, в принципе, я потом подумал, может быть не стоило заморачиваться именно... Ну, может не стоило заморачиваться вообще его, во-первых, делать. Но я решил попробовать, ну, так скажем, использовать свой скилл. Почему бы и нет, почему бы и не попробовать? Мне это интересно, я занимаюсь. А может быть стоило именно сделать горизонтальный чехол, где просто будет сбоку вставляться, как я покажу немножко дальше. Так что вот, решил артбук запаковать, чтобы он, ну, как бы ни пыль на него не садилась. И меньше физических воздействий. Иногда там переставляю, чего-то меняю. И меньше будет он тереться и будет в таком защитном здоровом чехле. Так что, Лариса Ивановна, мир игры Tomb Raider. Rise of the Tomb Raider. Сейчас я вам хотел бы показать, что именно я запаковал. Вот здесь у меня смертельное оружие. Вот все форматы разные. Все форматы разные, размеры везде разные. И именно этим и хороши кастомные чехлы. Что, в принципе, производители, я смотрел там какой-то сайт, ребята, они занимаются... Ну, не у нас это, за рубежом. Они также делают кастомные чехлы. Там размеры предоставлены, можно на свой вкус заказать. Ну, блин, цены вот по сегодняшнему курсу, они тогда, когда доллар стоил 60 рублей, что-то один чехол рублей 150, что ли, стоил. Вот здесь, в принципе, себестоимость у меня получается вот такого чехла около 10, может быть, меньше рублей. 10 рублей себестоимость одного вот такого чехла для такого издания. Там около, может быть, 150-100 рублей. Ну, вот я знаю, чехи из фильм-арены, они около 100 рублей вот продают. Вот кто таскает эти чехлы в Россию, они по 100 рублей продают. Ну, сейчас, наверное, уже, кстати, дороже будут продаваться. У меня по себестоимости вот здесь выходит около 10 рублей. Один лист... Нет, даже не 10 рублей где-то, нет. Рублей 11, скорее всего, нет. 11-12 рублей, около того. Один выходит себестоимость одного чехла. Так что вот тут у меня Enter the Dragon с Брюсом Ли. Единственный фильм с Брюсом Ли, который выходил с русской локализацией. А здесь у меня такая вот из Соединённых Штатов коллекционка трилогии. Это Гомера. Также в кастомном чехле полностью всё закрыто. Я иногда ещё залезаю, проверяю, смотрю, внутри попадает ли пыль. Нет, пыли вообще нету, всё отлично закрыто. Всё сохранится в первозданном виде. А для меня как... Ну, это не то, что я такой прям охренеть перфекционист. А мне вот каждый в мятингом... Но почему бы и нет? Всё-таки маленький перфекционист. Внутри где-то меня глубоко он присутствует. Здесь у меня коллекционки Хоббита. В 3D-издании это расширенные версии. Тоже всё запаковал. Но вот эти размеры, эти издания, они идентичны полностью. Так что здесь всё запаковано полностью, ничего не будет подвержено внешним воздействиям. Так что замечательно, приятно держать в руках. Здесь у меня вот такая трилогия Хоббита. Расширенные версии. Также у меня здесь Рэмбо трилогия. Также запаковано полностью. Ну, немножко он там болтается. Я всё-таки делаю вот здесь немножко на плюс размер, чтобы не очень плотно он туда входил. Ну, чтобы в то же время было удобно доставать. Перевернул он раз, вывалился. Так что всё отлично. Здесь у нас Рэмбо. Назад в будущее. Самое первое издание от Universal также в упаковке. Вот оно никогда не будет скрываться. Вот это издание я уже много раз повторял. На лицензии Назад в будущее я не смотрю. Озвучка мне не нравится, я просто её терпеть не могу. Так что оно просто в моей коллекции. Назад в будущее просто в коллекции. На лицензии. Ну и здесь Король Лев. Здесь Король Лев. Это я такие самые первые издания взял, которые у меня на одной полке стоят. И решил их вам показать, как всё я упаковал. Со всех сторон всё закрыто. Внешние воздействия будут исключены. Так что вот такая. И недавно всё-таки нахожусь на самоизоляции. И я решил опять-таки этим заняться. Но у меня скотча не было. Скотч кончился. Магазины все закрыты. И тот магазин, в котором я до этого скотч 3М двухсторонний покупал. Он тоже закрыт. И там даже и скотча-то в наличии нету. И я в прошлый раз говорил, что я покупаю скотч 5 метров за 160 что ли. Или 180 рублей. В принципе за 5 метров недорого. Но решил я опять чехлами тут заняться. Сижу дома. Надо же всё-таки чем-то заниматься. Не только в ящик пялиться и так далее. И я полез на Озон. Мне надо было заказить небольшой на Озоне. Сделать по продуктам. И я решил посмотреть, а может всё-таки на Озоне есть скотч. И да, действительно, на Озоне есть скотч. 3Мовский. Сначала нашёл 5 метров. Ну, как обычно. Я в принципе искал 5 метров. Закинул сначала в корзину. И думаю, дай-ка посмотрю, что там ещё есть у продавца. Но там не Озон, не Озон продавец. А какой-то посторонний продавец. Но они свою продукцию держат на складе с Озона. И я полазил у них. И там у них оказывается есть скотч такой же 3М. Толщиной 9 миллиметров. Но длина 50 метров в 10 раз. До этого я покупал 5 метров за 180. Ну, рублей 160 я тогда отдавал. А тут 50 метров за 400 с чем-то рублей. Честно, не помню. Но я списал бонусы. И там ещё спасибо. И в итоге 50 метров мне обошлось 300 рублей. Вы представляете? Если покупать тот 5-метровый, я там в 5 раз где-то переплачивал. Но получаю в 5 раз переплатил больше. И получил в 10 раз меньше длины. Ну, здесь вот моток уже поменьше. Он был намного больше. Огромный моток. Вот такого мне хватит надолго. И экономия по деньгам. Там вот 50 метров 3М-овского скотча мне надолго хватит. Так что прям очень доволен. И в принципе недорого. Что-то рублей 300 он мне обошёлся. В принципе, это замечательно. И я решил коллекционки. В принципе, коллекционок у меня не особо много осталось, которые стоит запаковать. Но они ещё есть. Не все я ещё сделал. Но я решил попробовать заморочиться над слипами. Над стилбуками опыт был. Коллекционки вот такие опыт уже был. Решил попробовать сделать самодельные чехлы. Но для изданий Амареев в слипах. Именно вот в слипах издания. Кто давно смотрит мой канал, знает, что я такую питаю особую любовь к изданиям в слипах. Особенно слипы старые диснеевские издания. Вот эти голографические. И давайте я вам покажу, что у меня получилось. Для начала я покажу два издания от NDPlay. Это ворон и не оставляющие следа, которые были не так давно у меня на распаковке. Я пробовал для всех изданий. Именно пробовал для изданий вертикальных слипов. Для горизонтальных вот эти размеры, которые я применял, они не подходят. Я пробовал Форсаж, Хоббс и Шоу. Нет, нет, не получается. В эти размеры они не влезают. Потому что там картон ещё сверху снизу. Размер добавлять. Причём картон довольно-таки плотный. И надо размер в высоту увеличивать. В толщину, в принципе, нормально там получается. А в высоту не проходит. Именно я начал сейчас запаковывать издания вот такие слипы вертикальные. Здесь у нас ворон. Давайте я покажу на примере ворона. В этот раз я не стал делать полностью закрытые чехольчики. Я сделал их горизонтальными. Это намного удобнее. В принципе, такой же формат я буду применять и для стилбуков. Чем этот формат хорош? У меня вот листы А3. Я их до сих пор применяю, которые в предыдущем видео показывал. Вот такой чехол получается из формата А4. Можно спокойно применить. И, в общем, экономия. Получается экономия на этом пластике. Так, если я буду применять полностью закрытый чехол, мне там, скорее всего, не хватит А4 размера. Придётся использовать А3 и будет много отходов. В принципе, для изданий в слипе, ну, смысл закрытый. Вот такой формат для меня самый, в принципе, нормальный. Я не знаю, может быть, и стоило и для коллекционок использовать такой формат. Может быть, может быть, честно, не знаю. Но вот такой формат я буду применять для стилбуков и для вертикальных изданий в слипе. Всё плотничком, специально высчитывал размеры. По толщине у нас 12 мм, глубина 136 мм и высота 172 мм, по-моему. По-моему, 172 мм. И вот такие получились у меня чехлы. Вот даже плотненько. Некоторые издания плотные, и мне вот это очень нравится, что они не вываливаются. Вот в тех изданиях мне нравится, что я перевернул, и издание у тебя как бы, ну, вытаскивается, вываливается оттуда. Но так как оно там закрыто, оно никуда не денется. А здесь вот это, то, что плотничком, мне очень нравится. И в итоге получился вот такой чехол, горизонтальный. Делается минут, ну, вот не знаю, я один чехол делаю минут, может, 10-12, около того, если не отвлекаться. Если вот ты, ну, сидишь за компом, смотришь ютубчик там или ещё фильм какой-нибудь, ну, и заодно чехольчики делаешь для себя. В принципе, около 10 минут, может быть, ну, до 15, это точно. До 15, если отвлекаться, время уходит на такой чехол. Так что, горон, не оставляющий следа, также всё под один размер. Но, кстати, попробовал использовать, сюда запихнуть союзовские издания, те старые издания в слипах от союза. Нет, не влезают. У союзов очень плотный картон, очень, он намного плотнее картона от NDPlay. И надо всё-таки здесь не 12, толщину, может быть, на полмиллиметра, может, на миллиметр для изданий от союза. Ну, надо будет увеличить. Так что, пока запаковываю, вот такие издания запаковал. И следующие пошли именно те издания, к которым у меня большая любовь. Именно к изданиям от Disney. Ихни вот эти, ну, металлизированные, не знаю, наверное, скорее всего металлизированные слипы. Которые, ну, подвержены всё-таки физическим воздействием. Иногда часто, вот, берёшь там какой-нибудь мультик, там, посмотрите, постоянно вот эти вот туда-сюда, туда-сюда, вот эти движения. Они обратно-поступательные, или как они там называются. Всё-таки трения небольшие есть. Ну, и уголки там заминаются, ну, по мелочи тоже, бывает всякое. И так что, решил вот запаковать в первую голову, в первую очередь, издания диснеевские, именно которые в слипах. Вот у меня тут вали запаковался, суррогаты. Вот, вот, вот так вот надо немножко потрясти. Именно вот то, что плотничком, мне это больше всего нравится. Отлично получается. Здесь у нас стояли, немножко пылью покрылись. Надо их будет продуть, кстати. Те издания я продул, а вот что-то про эти забыл. Кстати, вали тоже. Не, вали я почистил, суррогаты забыл. Как раз, которые я использовал именно для съёмок, для таймлапса. Так что у меня тут вали, принц перси. Тоже такой, ну, принц перси вот так вот как-то полегче вытаскивается. Я ещё иногда вот здесь вот так вот поджимаю, чтобы они, как бы, как бы чехол сплющился. И они поплотнее начинают заходить, что-то довольно-таки приятно. Здесь у нас принц перси. Алиса в стране чудес. Я вот все вот такие... Вот именно Алиса в стране чудес, замечательное издание. Посмотрите, как переливается красиво. Вот не хочется. Вот эти вот, вот такие слипы, они прямо занимают у меня особое место в сердце. Вот где-то там такое место отведено для этих изданий. Прям даже некоторые издания, которые я в последнее время покупал от Диснея, там мультики какие-то, хороший динозавр, вот мультик покупал, книга джунглей, фильм. Я покупал обычные 2D издания. Но хочется прямо ради слипов и 3D издания перекупить, запаковать в самодельные чехлы и поставить на полочку. Не знаю, может быть, когда-нибудь в будущем. Вот город героев. Мне, кстати, очень нравится слип. Я его в 2D купил себе. Замечательный мультик от Диснея. Хочется именно вот в слипе 3D издания. Холодное сердце хочется взять в слипе также. Не знаю, посмотрим. В принципе, наверное, скорее всего, производство дисков у нас сократится или вообще закроется. Prior, в принципе, можно сказать, ушел. Остались только одни Enderplay. Не знаю, будут ли они дальше производить в связи с экономической ситуацией в нашей стране. Но поживем, увидим, как говорится. И, в принципе, диски у нас перестанут выходить. Ну, буду докупать все, что осталось на вторичке. У барыг буду покупать. Там на форме Total DVD еще где-то. То, что у меня до этого нет. Ну, и вот заодно, может, голографические слипы старые диснеевские издания перекуплю. Ну, не знаю, посмотрим. Так что тут Рапунцель запаковал. Вот издание Трона. Кстати, недавно тут проверял. У многих... Опа, неправильно. А, Миссия Дарвина. Миссия Дарвина. Что-то у меня тут перепутало все. Так, ладно. Трон покажу. Так, где у меня еще-то одно издание Трона? Трон, иди сюда. Да, вот оно. Издание Трона. 3D-шное издание голографическое и 2D-издание. На форуме Total DVD, кстати, у многих Трон перестал работать. Диск, короче, в общем, не воспроизводится. Я проверил. У меня оба диска воспроизводятся просто отлично, идеально. Даже, кстати, не хотел посмотреть. Такой включил. Думаю, дай-ка Трона проверю. Работает ли он нормально. Ну, все, запустился. Я такой, ну, сейчас 5 минут посмотрю. В итоге посмотрел весь фильм. Неплохой. Трон отличный фильм с Джеффом Бриджесом. Замечательный. Ну, и проверил. Кстати, у кого есть Трон на Blu-ray, проверьте свои издания. Возможно, они у вас не работают уже. Ну, литье от Laser Video, оно такое. У многих хоть Бэтмены перестали работать, Шоушенг. Святой Грааль на российском рынке, это побег из Шоушенка. У Шоушенг у кого-то перестал работать. Ну, в общем, непонятная ситуация. Или плееры как-то, ну, уже, может быть, Лазер устал. Или издания все-таки, ну, как-то портятся. Диски портятся. Мы вот так вот топим за покупку лицензии на дисках, и они у многих перестали воспроизводиться. Так что Трон запаковал. Здесь у меня Зверополис, также голографическое издание. Блин, недавно полез смотреть, а у меня головоломки нету в таком же издании. Вот тоже в таком в 3D издании. И самоизоляцию вели. Я не могу до 1С доехать, забрать свой заказ с головоломкой. Так что Зверополис, Малефисента. Малефисента. Вот здесь у нас Джон Картер в 3D. Тоже голографический такой металлизированный слип. Вот такие мне слипы очень нравятся. Ну, это такой Рарик платиновой коллекции. Это, естественно, Король Лев и Красавица и Чудовище. Такие два замечательных мультика. Хочется их все-таки сохранить слипы. Они замечательно, очень красиво смотрятся. Сделаны просто идеально. Теперь они в кастомных пластиковых чехлах. Здесь у меня трилогия История игрушек. Первая часть у меня История игрушек. Вторая. Третья. К сожалению, последнюю, четвертую пока что еще не купил. Надо будет на Зоне заказать. И здесь у меня вверх также два издания. Это 3D издание и издание обычное. Кстати, начал снимать вот эти вот. Занялся наклейки. Снял с Истории игрушек. Снял с Короля Льва. Не со всех изданий успел еще снять. Вот здесь у меня были прям огромные блямбы. Здесь я вставлю скриншоты. Я тогда фотографировал. В Инстаграм выкладывал. Кстати, ссылка на Инстаграм в описании. Заходите. Подписывайтесь. Я там эти издания фотографировал. Здесь еще была вот эта рейтинговая наклейка. Это же самое первое издание. Эти издания еще были на прилавках, когда ввели этот закон о рейтингах. И они в спешном порядке начали вскрывать издания. Ну, я не знаю, кто они, магазины, дистрибьюторы, кто там, продавцы. Они начали сначала не печатать, а клеить вот эти наклейки прямо на слипы. Главное, не стали клеить на целлофан. Они вскрыли их, наклеили на слипы и потом опять по новой запаковали. Ну, я их спиртом мочу. Она потом снимается, остается клей. И спиртиком легко снимается. Вообще не остается ни следа, ничего. Вот здесь были наклейки. Идеально просто снялось. Так что отличный такой способ со слипов снять. Именно вот с таких слипов. Которые на обложках, на омареях наклеены рейтинговые блямбы. Там на видеосервисы некоторые издания попадаются. Не знаю, не пробовал. Скорее всего, если намочить даже спиртом, хоть он и потом выветрится, но останутся вот эти волны. То, что было здесь намочено. Была намочена поверх. Так что вот так я решил заморочиться, запаковать издание. Пускай дольше сохраняются, пускай дольше будут. Все-таки эти издания уже особо не найти. Они раритетные. Кто-то не продает, кто-то продает, но задорого. Но я издания в слипах люблю. Именно вот в этих даже слипах. Не то, что вот как NDPlay выпускает. Но обычные слипы. Они тоже мне очень нравятся. Но вот для этих слипов, именно диснеевских, именно вот этих вот металлизированных, они занимают у меня в сердце, в моем, особое место. Вот они радуют перфекциониста. И всегда приятно такие издания иметь у себя на полке. Ну и плюс это защита от внешних воздействий. Что вот такие издания, типа коллекционные. Такие издания. Амарей, стилбуки. Ну я буду на все применять. Вот стилбуками, кстати, еще пока не занялся. Будет опыт. Возможно покажу. Кому будет интересно посмотреть, пишите в комментариях. Если будет интересно, я и на примере стилбуков постараюсь показать. А может быть, когда все стилбуки запакую, сниму отдельное видео. Вся коллекция, например, на стилбуках. Ну может быть, что-то такое придумаю. Будет видно в будущем. А кому понравилось это видео, и кто забрел сюда случайно, может быть, подпишитесь на канал, нажмите колокольчик, чтобы не пропустить новое видео. Лайки, дизлайки, ссылки все в описании. Так что делайте своими руками. Для меня это интересно. Для меня это интересно. Так что я с вами не прощаюсь. Мы же с вами увидимся. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok